всем большой привет меня зовут юля вы находитесь на канале вышивки крестом буквально вчера я закончила вышивать мой ветер из серии стихий наборов панна и вот на такой хорошей волне на подъеме мне захотелось продолжить вышивать эту серию и мне хочется собраться со своими силами и вообще вышить полностью всю эту серию обычно я начинаю вышивать какую-то вышивку планируя вышить к ней пару чтобы потом все вместе это оформить но в итоге вышивается 1 про пары так и мы забываем приходим к новой работе к новой к новой и в итоге мне особо и оформлять нечего потому что у меня все вышито по одной работе и парта не хватает а когда вышиваю одну еду сразу оформлять а потом вышиваю пару то потом получаются проблемы с оформлением либо нет багета того которого я выбрала в первый раз либо размер не угадывает мастер и в общем то я решила что нужно попробовать себя и вот так не отрываясь вышить прям всю серию мне она так нравится и нужно давно я мечтала вышить все все эти картины очень долго я их собирала кстати вот земли набор земли его уже нигде не найти снят давно с производства и у меня была схема я думаю ну ничего я вышью по схемке скачаны с интернета но случилось чудо моя добрая рукодельная фея каким-то чудом нашла для меня этот наборчик и мне его подарила поэтому мне теперь вот полностью вся вся серия и хотелось бы мне продолжить эту серию с дизайна огонь почему именно огонь потому что мне нравится греческая стилистика а здесь у нас вот такой спартанец и ярко выраженная греческая стилистика щит солнцем хороший символ и птица феникс я обожаю фениксов эту волшебную мистическую птицу которая даже погибая перерождается из своего пепла и снова продолжает свою жизнь уже с новыми силами для меня это очень хороший стимул здесь много красного на заднем фоне извержения вулкана то есть энергия сила и защита вот такие вот символы здесь представлены на мой взгляд ну и я люблю все эти греческие завитушки поэтому 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 именно этот наборчик я сейчас буду начинать вместе с вами давайте посмотрим что указано у нас на обложке размер вышивки 32 с половиной на 32 с половиной 180 на 180 крестиков это стандартно во всех наборов единственно здесь 30 цветов у моря 36 и у земли 27 и то же самое у ветра было 27 цветов вот море получается у нас вода самый богатый по оттенкам вот ну и огонь тоже очень яркий такой набор мы сейчас откроем все посмотрим потому что с обратной стороны мы видим планшетку видим какие цвета здесь есть но полностью все цвета нам не видны очень я давно не открывала вот запечатанные наборчики это так приятно так волшебно поэтому хочется хочется кстати уровень сложности здесь троечка указан что это сложный набор но на самом деле совершенно не сложно итак будем открывать легким движением руки набор открывается пошуршим немножко вот так шуршание тоже она приятно наборчик мы открыли вот они ниточки видите одна планшетка была видна вторая планшетка она спрятана внутри давайте посмотрим на ниточки очень хочется посмотреть какие у нас здесь цвета представлены начинаются вот красный немножко бежевых и коричневых оттенков фиолетовые синие и желтые много много такого красного сочного темно-синий белый черного много бордовый коричневый кирпичный такой еще темно-красно-вишневые маленькая конечка такого розового здесь 20 цветов на этой палетке вот такие красивые яркие веточки ой красота вкусняшка и еще одна добавочная планшетка где здесь с 21 по 30 номер здесь нам представлены нежно-голубой голубой тоже черный или темно-темно-синий наверное по черный не может быть два черных сейчас не могу различить честно вам скажу скорее всего это темно-темно-синий вот такой вот желто-оранжевый оранжевый яркий оранжевый красно-кирпичный такой цвет тоже интересный много оттенков сложно их придумать им описание как они называются я вам показываю яркие такие цвета такая радуга ой как у меня прям ручки чешутся какое счастье так ну здесь данные и вот она основа в основе у нас воткнута такая большая иголочка номер 14 уйдет на низкорнюшечку открываем нашу ткань хороший такой кусочек большой приятная канва знаете мне нравится канва от гаммы очень с ней хорошо работать хорошая основа так обязательно сейчас я буду обрабатывать края потому что когда вышиваешь они не осыпаются но как только идешь стирать гладить все края посыпались все это такое становится лохматое поэтому я уже научена и стараюсь не лениться каждый раз я обрабатываю края лаком для ногтей выбираю самый лак который мне в общем то не нужен уже я его пускаю для таких дел ну и конечно же потом все-все расчерчу для меня это тоже такой очень важный момент что нужна разметка давайте посмотрим здесь на схему я думаю здесь точно так же будет у нас два листа вот такие вот два огромных листа я что тоже сейчас буду делать я отрежу ключ здесь причем у нас ключ с двух сторон видите как хорошо сделано на одном листе есть ключ и на втором я ключ сразу отрежу один ключ я креплю себе на стеночку чтобы мне было хорошо видно здесь все очень крупно хорошо читается прям молодцы пана такая схема хорошая знаете другим фирмам позавидовать склею и все и в принципе я готова останется мне только натянуть на станочек на ее основу сделать также органайзер для игл и будем приступать кстати здесь меланже намного меньше чем у было в наборчике с ветром здесь всего лишь у нас два меланжа а там у меня было 5 или 6 побольше здесь больше чистых цветов значки используются те же но я наверное сделаю новую планшетку мне так больше нравится ну и с обратной стороны есть все данные координаты производителя и есть вот разные наборчики представлены попроще детский поинтересней пейзаж красивый букет анимонов барьете есть у панны много интересных дизайнов просто как-то мало их вышивают на youtube поэтому люди не видят что получается мне так кажется есть очень даже достойные и последнее время панна вообще нас радует новинками очень интересными миниатюрками которые вышиваются легко хороший производитель так ну что я немножко отключусь сделаю подготовку ну и покажу что у меня да как итак моя подготовка практически завершена я полностью разметила канву сделала разметку квадрата мне не хотелось высчитывать круг все равно разметка очень хорошо смывается поэтому я сделала просто квадрат сделала полностью везде линии прочертила обычно я делаю только начало и в процессе уже дочерчиваю но в этот раз решила сделать полностью чтобы потом не отвлекаться не высчитывать а идти уже и вышивать так как я планирую работать над этой вышивкой ну так серьезно не просто когда-никогда а вот серьезно хочу взяться за нее и может быть ну в течение месяца и закончить будем надеяться что и эта работа будет точно так же лететь быстро-быстро и радовать меня делаю я разметку вот таким маркером он тоненький и очень хорошо смывается он у меня уже несколько лет не выдохся, не испортился замечательный маркер это производство Японии но опять же для белой конвы подходит для цветной нужно быть очень осторожными потому что вступает в реакцию маркер с краской основы могут быть проблемы это мой органайзер который с которым я работала над ветром я хотела его выбросить но потом посмотрела что в принципе у меня здесь нумерация стоит всего лишь два бленда я дописала поэтому решила оставить этот органайзер пусть еще мне послужит он очень хороший я сделала также здесь прорези можно сюда ниточку заправлять но обычно вначале я еще заправляю а потом уже мне так лень и я стараюсь быстро вышивать и просто втыкаю иголки не заправляя ниточку в эти прорези чтобы все было так чистенько, аккуратненько ну вот немножко я ленюсь ниточки, положила ниточки пусть они меня радуют вот они сейчас новенькие еще такие не лохматенькие когда они становятся уже после первых дней работы яркие, красивые ну такая красота вот эти ниточки на планшетках просто вообще радость, радость рукодельницы ну вот правда скажите, да какая красота с нитками ничего я делать не буду я вышиваю с планшеток вот прям как они есть подбираю с краешку вытягиваю подцепляю вот так вот иглой и вытаскиваю ниточку она очень хорошо, легко вытаскивается и ничего не портится не нужно делать ничего дополнительного не перевешивать не люблю я поэтому для меня самый удобный способ это вот с планшеток так, что мне осталось из подготовки покажу мои иглы я их вот просто сняла на магнитик с органайзера для игл когда они были на другом процессе они пока вот такие вот лохматые ну скоро буду их уже заряжать и пускать в процесс так, мне осталось сейчас принести мой станочек и одеть канву на станок на станке у меня сейчас стоит рама на 60 сантиметров он у меня очень большой занимает практически полностью всю поверхность стола но он очень удобный я его обожаю потому что очень легко можно регулировать наклон рамы вот я вышивала мою работу и уже вверху, да, как обычно неудобно нам вышивать мы всегда тянемся как-то что-то происходит а здесь можно сделать вынос рамы вот такой вот угол она опускается и процесс облегчается но сейчас я буду начинать мою работу снизу классическим способом поэтому я вот так легко хочу немножко поменять угол наклона вот где-то так каждый раз, когда я заканчиваю работу я мой станочек всегда протираю делаю ему скажем так важную баньку уборку здесь очень хорошее дерево залакированное все гладенько ну вот не только пыль нужно убирать но еще вот хорошо я его протираю он скажем так обновляется и готовится принимать к себе новый процесс ну здесь у меня клипсы пока а потом здесь будет что-то храниться здесь очень хорошая такая получается выемка когда раздвигаются створки образуется выемка сюда можно ставить мусорничку игольничку ножнички карандашики в общем все что может нам пригодиться и это нигде не валяется а стоит непосредственно у нас на станочке под станочком и соответственно если я беру станок и переношу все это тоже идет со мной так сейчас я хочу загнуть по одной линии чтобы уже ровненько все натянуть ну вот натяжка кануи на станок завершена натяжка очень плотная все хорошо здесь у меня натянулось закрепилось вот так выглядит сейчас мой станок ниточки у меня будут лежать здесь рядышком а по итогу работы они будут отправляться вот сюда в эту выемку я их складываю и все мне ничего не мешает можно еще закрыть полотечиком чтобы не пылилось покажу вам схему схему я склеила и схема у меня вот такая огромная сейчас я ее буду сворачивать оставлять себе только низ работы и приступаю не буду складывать при вас чтобы не шуршать я приступаю к этому замечательному великолепному яркому процессу и конечно же буду снимать мои включения показывать как идет процесс и делиться своими впечатлениями оставайтесь на канале до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...